Всем привет! Меня зовут Женя и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу рассказать про свои два заказа Avon. Они были очень-очень маленькие и даже два заказа получились маленькими. Это будут заказы за март и апрель. Я знаю, что сейчас уже май, но в мае пока я еще не делала заказ. Просто, во-первых, да, меня поглотил мой второй канал, так что если вы еще не подписаны, то проходите в инфобокс и подписывайтесь. Во-вторых, у меня сейчас такой период, что не всегда получается снимать. Я думаю, рано или поздно вы обо всем узнаете. Но вот эти два заказа, которые я сделала, я сразу хочу пожаловаться на Avon, потому что и в первом, и втором заказе, и это уже даже не первый, и не второй раз, то, что Avon не то чтобы у меня недовложение, нет. Первый раз, когда у меня такое произошло, я подумала о том, что, ну, наверное, я просто где-то забыла заказать. Но так как это происходит уже в третий или в четвертый раз, причем, по-моему, подряд, то я так понимаю, что это не совпадение и не я там что-то забыла заказать. То есть даже по накладной у меня нет этого продукта, который я заказывала. Не знаю, что происходит, но единственное, что по крайней мере два раза из вот этих трех или четырех мне не приходило именно то, что потом, как бы я думала, ну, может быть, мне и не особо было бы нужно, так что Avon меня в какой-то степени даже спасал. Но вот все-таки он в последнее время этим грешит. Не знаю, было ли у кого-то такое, что вот вам что-то не приходило, и этого даже не было в накладной. То есть это не до вложения, это что-то другое. Как будто бы вы этого заказа не вбивали вообще. Ну, давайте уже перейдем непосредственно к самому заказу. Я уже не помню, что и где. Нет, точнее я помню, но не буду уж уточнять, что и где я заказывала, что в марте, что в апреле. И хочу начать с парфюмированной воды из серии ТТА. Это водичка This Love. Очень классная. Она мне изначально понравилась, но еще больше она мне понравилась, когда моя дочь тут что-то делала и, в общем, распылила ее по комнате. Я зашла и понимаю, что очень какой-то такой приятный и свежий аромат. Это весенний аромат, такой даже, можно сказать, весенне-летний. Свеженький, нежненький, чуть сладенький. То есть он своей какой-то свежестью немножко напоминает аромат Daydream из этой серии. Своей вот этой какой-то еле заметной сладостью напоминает аромат Amour. Но не скажу, что он прям похож на эти два аромата. Нет. Просто немножко-немножко что-то вдалеке такое похожее по своей какой-то композиции. Но аромат потрясающий. Мне прям очень понравился. Действительно, если его вот так распылить в комнате, то потрясающий аромат. И этот аромат держался, наверное, два дня. Я все время его где-то ощущала. То есть он очень стойкий и очень классный. Еще один аромат, ну это, наверное, туалетная вода. Это Petite Attitude Back, что ли. Ну, в общем, вот такие пчелки. Когда я его заказывала, он был в специальном каталоге. Сейчас он, по-моему, уже есть в обычном каталоге. Такой прикольный, смешной. Действительно, такие мимишные пчелки. Неплохой аромат. Это скорее, ну, тоже что-то такое весна-лето. Свеженький, сладенький. Не сказать, что это прям такая медовая-медовая сладость. Немножечко похоже, конечно, что-то есть. Но не настолько он прям медовый, насколько ты думаешь, глядя на этих пчелок. Я не знаю, что там на самом деле в составе. Может быть, там медом и не пахнет. Но просто, когда я смотрю на пчел, у меня ассоциация сразу, что аромат должен быть каким-то медовым. Но на самом деле он такой легкий, свеженький, сладенький. Девичий, может быть, где-то. Ну, по крайней мере, оформление, да, такое действительно немножко детское. Еще один аромат, это Сент Микс. И это зеленый чай. Вот я заказывала, кстати, два аромата. Второй был с розой. И вот он как раз-таки мне не пришел. Но я так подумала, ладно, я розу, тем более Вейвен, как-то не очень люблю. Поэтому, может быть, оно и к лучшему. Пусть будет. Этот аромат... Вообще, в этой серии есть аромат с цитрусом. И он мне всегда напоминал аромат зеленого чая. Я думаю, блин, ну, наверное, будут какие-то очень похожие, одинаковые. И когда я его распылила, сначала подумала о том, что да, действительно они похожи. Но потом поняла, что нет, это вот все-таки реально аромат зеленого чая. Тот, он немножко другой. Он похож на аромат зеленого чая, но все-таки не такой. А вот это реально аромат зеленого чая. Кто знает, что такое аромат зеленого чая, тот поймет. Это такой больше, наверное, летний аромат, он легкий, может быть, не очень стойкий, но очень приятный, я люблю вообще аромат зеленого чая, обожаю аромат белого чая, вот если бы еще Эйвен выпустил аромат белого чая, я была бы очень довольна, потому что мой любимый персив Солейл, да, по-моему, Солейл желтенький у меня уже заканчивается, в каталогах его нет, а он именно вот был с ароматом белого чая, ну, по крайней мере, вот аромат зеленого чая у меня теперь есть, еще один продукт такой немножко из парфюмерии, это шариковый антиперспирант Little Black Dress, в последнее время как-то в плане ароматов у дезодорантов небольшой выбор, и то, что там есть, мне не очень нравится, поэтому взяла маленькое черное платье, мне сказать, что это мой любимый аромат, он такой, да, это классика Эйвен, неплохой, но не могу сказать, что он мне очень нравится, я никогда не понимала этот аромат, я не могу сказать, какой он, вот вообще не могу сказать, какой он, могу сказать только то, что он не особо легкий, не особо тяжелый, что-то среднее, что-то для меня лично, какое-то одновременно деловое и одновременно вечернее, то есть у меня ассоциация именно с каким-то деловым ужином, с черным только не платьем, а скорее брючным костюмом, но вот по аромату я вообще не могу сказать, что это за аромат, если делить его по сезонности, то скорее осень, но вот по описанию я никак себе его не могу описать, но как дезодорант мне очень нравится, он хорошо защищает от запаха пота, потому что прям здесь такой явный аромат, но при этом он не будет перебивать там аромат ваших духов. Следующее это матирующая мицеллярная вода, очищает, удаляет макияж, ну неплохая мицеллярная вода, единственное, что вы видите, сколько здесь, да, я ее заказывала в марте, но я пользовалась ей буквально пару раз, куда она испарилась, непонятно, вот реально она испарилась, то есть простояла у меня пару месяцев, может быть даже не пару, а где-то месяца полтора, и куда-то делась, потому что у меня была другая мицеллярная вода, и я решила, ну, я уж ее допользую, а потом начну вот эту, но вот эта у меня реально испарилась. Насчет того, что она матирует, я не могу сказать, что после нее кожа прям какая-то пересушенная, поэтому не бойтесь того, что она будет матирует, да, может быть она как-то не увлажняет, но я не знаю мицеллярную воду, которая увлажняет кожу, и что это прям вот заметно, по крайней мере. Нормальная мицеллярная вода, макияж удаляет, не на 100%, конечно же, потому что, ну, мицеллярки на 100% удаляют макияж, это большая-большая редкость, ну, неплохая. Следующая, это база от Avon, это у нас выравнивающий праймер для лица, такой фиолетовый, то есть выходил как-то синий, после него розовый, а вот последний из праймеров был фиолетовый. Он очень-очень плотный, он прям такой густой-густой, что еле выдавливается, то есть он прям такой вот, действительно, он, наверное, выравнивается за счет того, что у него такое очень-очень плотное покрытие на лице, то есть это больше вот из таких вот силиконовых баз, которые выравнивают за счет своей плотности, то есть если вам такое нужно, то присмотритесь. Еще одна база, это уже какая-то серия Tokyo, это уже увлажняющий праймер, причем он не просто увлажняющий, здесь есть вот такие желтые золотистые частички, эти частички, чтобы вы думали, это какой-то, ну, типа глиттер, то есть на вашем лице, когда вы наносите, остаются такие блесточки в виде глиттера, но они, их очень мало при нанесении попадает на лицо, и потом, когда вы уже наносите тональный крем, пудру, особо я не вижу его на лице, не знаю, может быть, он улетучивается при нанесении каких-то других средств, но изначально, когда наносишь, и я понимаю, что у меня на лице какая-то блестка, знаете, выглядит очень странно. Это не прям хайлайтер какой-то, который мелкими-мелкими частичками, да, нет, это вот реально глиттер на лице, это очень странно, но как праймер именно увлажняющий, он действительно очень приятно увлажняет, при этом не делает кожу какой-то жирной, он быстро впитывается, и просто кожа становится, я бы даже сказала, немножко такой, ой, лепковатый что ли, но опять же это потом все высыхает, и просто, ну как бы праймер на лице незаметно, но при нанесении ты чувствуешь, что он действительно кожу немножко увлажняет, такое ощущение, что ты нанесла какую-то сыворотку на лицо, которая вроде как увлажнила, но потом быстренько впиталась, и ничего такого жирного на лице не осталось. Ну и последнее, это подводка, тоже из серии Токио, у меня черная, а я не помню, даже были ли там другие оттенки, по-моему были, а может быть и не было, но в общем-то у меня черная. Очень классная подводка, у меня она сегодня на глазах, здесь кончик, как-то знаете, вроде и фетровый, но вроде сам кончик очень-очень тоненький, и как будто бы кисточка, то есть он мягкий, он фетровый, но немножечко все-таки мягенький, и на кончике вот действительно как будто бы это кисточка, и на самом деле мне кажется, что все-таки это не фетровый кончик, а кисточка, но очень-очень такая плотная, что вот она не разлепляется на свои ворсинки, волосинки. Ну, мне понравилось, очень удобно, то есть даже когда ты рисуешь стрелки, вот эта кисточка, она немножко как бы прогибается, и сама за тебя начинает вести стрелку туда, куда тебе нужно. Не знаю, мне понравилось. Вот такие у меня два заказа, за два заказа всего 8 продуктов, но должно было быть 10, и в первом и втором заказе у меня не пришло по одному продукту, как я уже говорила в начале видео, но все-таки они у меня маленькие, мало новинок в AVEN, которые мне на данный момент нужны. То есть, может быть, там что-то есть новенькое, но мне это не особо нужно. Ну, а если вам понравилось это видео, то ставим пальчики вверх, подписываемся на мой канал. Я постараюсь исправиться и почаще снимать на него видео. Также проходите в инфобокс, там будут ссылочки, где меня можно еще найти. А я вас всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok